На входе в Белоглинский Дом культуры чемпионов Краснодарского края встречают юные футболисты, воспитанники спортивных школ района. Игроки команды «Кола» составляют свои автографы на благодарностях, предназначенных для болельщиков. В фойе выставлены награды футбольного клуба за всю историю его существования. Торжественное мероприятие начинается в зале Дома культуры. На сцене главные трофеи футбольного сезона 2018 года – Кубок чемпиона Краснодарского края и Суперкубок. Зрительный зал, стоя громкими аплодисментами, приветствует героев праздника. Впервые в своей истории Белоглинский «Колос» стал обладателем чемпионского титула и сделал это досрочно. Как чемпион «Колос» сразился с победителем Кубка края Геленджикским Спартаком в матче за Суперкубок. И здесь фортуна оказалась на стороне Белоглинского клуба, который выиграл этот паутинок со счетом 1-0 и стал обладателем Суперкубка во второй раз в своей истории. И сегодня мы искренне поздравляем руководство команды и футболистов с заслуженными наградами. «Колос» – победитель чемпионата и обладатель Суперкубка Краснодарского края 2018. Глава района Александр Коклин поздравил игроков и генерального директора футбольного клуба «Колос» с победой краевого масштаба. Меня переполняют эмоции, гордость за то, что вы сделали. Вы сделали, можно сказать, даже невозможно. Вам, ребята, спасибо за то, что вы, можно сказать, из разных уголков нашей страны, из Краснодарского края, Кубани. Но вас объединило одно – вас объединил Николай Титович и вас объединила любовь к футболу. И, конечно, спасибо вам за то, что вы сделали для нашего района, за то, что вы патриоты – это замечательный вид спорта. И отдельное спасибо герою труда Кубани Николаю Титовичу Бухреву за то, что он делает для футбола и целом для спорта, и для культуры, и для людей, которые рядом с ним, живут и в поселке Центральном, и работают, и целом для всего нашего района. Николай Титович, спасибо. Всех с вами. Президент футбольного клуба Николай Букриев поблагодарил главу района, болельщиков и всех, кто способствовал достижению такого высокого результата и причастен к победе «Колоса». Сегодня мы подводим итоги первенства Краснодарского края по футболу, высшая лига. И нужно сказать то, что успехи команды «Колос» в Бенгалинский район очень хорошие. Мы стали чемпионами Краснодарского края, стали обладателями суперклубка Краснодарского края. Это благодаря тому, что у нас действительно есть команда. А команда – это общее целое, и футболисты, и руководство клуба, это администрация Белогринского района в лице Лавы, Луквина Александровна Николаевича, это поддержка правоохранительного уровня, медицинская поддержка. То есть «Купе» – это большая команда, и благодаря этому мы завоевали очень хорошие призы, получили хорошие результаты. Я очень благодарен болельщикам нашим. Это действительно был 12-й рок команды, и есть 12-й рок. То есть с такой поддержкой плохо играть невозможно. Поэтому я всех поздравляю с хорошими результатами, желаю здоровья, в первую очередь удачи и всего доброго. Глава района Александр Коклин наградил футболистов команды «Колос» благодарственными письмами и подарками. Благодарственными письмами и золотыми часами со швейцарским механизмом наградили. Рождены тренеры команды Евгений Бибик и Александр Старокожев. Президент клуба Николай Букреев отмечен благодарственным письмом главы Белоглинского района, дипломом Краснодарской федерации футбола, грамотой Министерства физической культуры и спорта края. Общество «Белоглинское» заняло второе место за лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Краснодарского края. Подарки «Колосу» подготовили и юные фанаты, воспитанники отделения футбола спортивных школ района. Общее фото на память и далее перешли к награждению второй футбольной команды Белоглинского района. «Колос-2» участвовал в Кубке губернатора. На призовое место не рассчитывали. Задача стояла получить опыт участия в краевых соревнованиях. Дебют состоялся. Девятое место в первенстве края. Но это только начало. Благодарственными письмами отмечены капитан команды Евгений Кудренко, нападающий Павел Сычев и защитник Максим Савелюк. За добросовестный труд в течение футбольного сезона награждены сотрудники служб, которые участвовали в организации матчей. Полицейские, фельдшеры, водители, администраторы стадиона «Арена Белоглинская». А также воспитанники спортивных школ, подававшие мячи. Поощрены самые активные болельщики за поддержку и преданность «Колосу». Более 40 человек получили благодарности с автографами игроков. В завершении торжественной церемонии пожелали футболистам новых достижений и побед в следующем сезоне.